Девушки отдыхают Возбуждающее средство. Что такое возбуждающее средство? Ну, для кого что? Для быка это красная тряпка, для собаки – нога проезжающего велосипедиста, для петуха – куриная гузка. Но человек настолько далеко ушел от животного, что вся его жизнь и эмоции проходят через желудок. И хотя говорят, что путь к сердцу в желудке – это особенность мужской физиологии, но в действительности и дамы очень даже любят поесть. Недаром одна из главных женских фантазий – это мужчина на кухне, ну, хотя бы выносящий мусорное ведро. А уж если возьмет в руки сковородку, эх, пусть даже, чтобы ударить. Но мужчина со сковородкой, девочки, ну это полный отпадок. Ну и так, с главной мы разобрались. Афродизиак – это типа энергетический батончик. Съел и завелся. Кстати, никто не знает, почему не бывает энергетических буханок или кроваев. А впрочем, неважно, потому что мы переходим к следующему тезису. Наверняка вас волнует моя шея. Вообще-то я не это хотел сказать, но как-то само вырвалось. Наверняка вас волнует почему возбуждающее средство, которое бы логично называть как-нибудь пенисмейкер или стоицизм, назвали афродизиаке. Это объясняется очень просто. Дело в том, что первые рецепты и комбинации трав для поднятия потенций появились в Африке. Из того, что вы знаете об Африке, ну там очень жарко. Уверен, что это единственное, что вы пока знаете об Африке. Но в нашем случае этого как раз достаточно. Так вот, разомлев от жары, местные мужчины целый день проводили в легкой полудреме. Буквально ничего не хотя. Естественно, женщин такое положение дел не устраивало. И они вынуждены были идти на различные ухищрения. Сначала они пытались возбуждать мужчин красотой. Они вытягивали шеи, оттопыривали уши, прокалывали ноздри, растягивали губы. И что? Да ничего. Ничего не помогало. Мужчины так и не смотрели на женщин, так и не собирались. И более того, женщинам самим стало страшно смотреть на себя в зеркало. Ну вы вообще это представляете? К счастью, все зеркала, привезенные в обмен первооткрывателями, были разбиты. А сами первооткрыватели зажарены. Так что проблема голода племени не грозила. Единственная проблема, которая стояла, как раз и не стояла. И тогда одна женщина, уже ставшая наравне с английским автоинспектором, придумавшись стриптиз-легендой, заметила, что у слонов после определенной травки хоботы резко задираются вверх. Подмешав эту травку в мясо мужу, женщина ночью была потрясена до самой глубины – души. Правда, оставались сомнения, что именно подействовала травка или мясо первооткрывателя. К счастью для всех нас, это оказалась травка. Так что именно из Африки начали свое победоносное шествие по планете Афродизиаки. Издавна люди искали вещества, которые могут увеличить эротические переживания. А когда нашли, дали им причудливое название – Афродизиаки. Это красивое слово недаром происходит от имени богини любви Афродиты. Афродизиаки возбуждают сексуальный аппетит, превращают тихоню в жрицу любви, а прагматика – в неисправимого романтика. Древние считали, что качество секса напрямую зависит от еды. Чтобы добиться успехов на любовном фронте, римляне пользовались услугами африканских поваров. Они готовили специальные салаты. В их состав обязательно входили куриные яйца, половые органы обезьян и слонов. На пирах любвеобильные мужи поглощали не только вина. Эротические напитки также пользовались популярностью. Их делали из раковых хвостов, спаржи, икры, голубиной крови и птичьих языков. Женщины с незапамятных времен прокладывали путь к желудку мужчины в надежде возбудить его сексуальный аппетит. Чего только они не делали, чтобы после сытного обеда друг сердца не уснул молодецким сном. Пещерные дамы подмешивали в еду растолченные кости жабы, мозг воробья и хвост ящерицы. Жены испанских аристократов подавали к столу изысканные блюда из бычьих яиц. Я знаю, что Торис Ломон после 40 лет восстановил свою потенцию с помощью яиц крокодила и хвоста жирафа. Я вообще за гринпис, поэтому я считаю, что нужно есть петрушку, сельдерей и укроп. Римские патриции любили перед плотскими утехами проглотить дюжину устриц. Все морские гады содержат фосфор, йод и цинк. Это также способствует выработке тестостерона. А покоритель женских сердец Казанова устраивал медийные ужины. Свежепойманные мидии он посыпал специальными травками и буквально за столом соблазнял очередную даму. К афродизиакам прежде всего относятся специи. Имбирь, кориандр, анис, тмин, укроп, фенхель, майоран, базилик, красный и черный перец, мускат, корица, кардамон, хрен и чеснок. Издревле народная медицина советует для повышения мужской сексуальности есть овощи, напоминающие своей формой гениталии. Русские знахари лечили половую слабость более чем доступными средствами – репой, сваренной в молоке или морковным соком с медом. Долгое время сильно действующим средством считалась шпанская мушка. Она снискала большую популярность в эпоху Средневековья. Маркиз де Сад однажды подсыпал жрицам любви немного чудодейственного порошка. И те устроили настоящую охоту на мужчин. Все французские короли XVIII века перед тем, как предаться любви, шпанскую мушку разводили в вине. Самой активной поклонницей этого средства была Екатерина II, а ее фаворит граф Ланский умер от его чрезмерного потребления. Дело в том, что испанский порошок содержит в себе ядовитое вещество конторидин. Поклонники этого афродизиака принимали его в больших дозах и умирали на любовном ложе совсем не от наслаждений. Ну, потенция, она либо есть, либо ее нет. Ну, мужики придумывают всяческие ухищрения, чтобы как-то объясниться перед девушками. Но для меня главный возбудитель – это все-таки привлекательность самой девушки. Мне не важно абсолютно, чем она меня накормит. Ведь стоит не от киды, а от желания. Предугадать, как будет реагировать организм на различные заморские афродизиаки, невозможно. В Камасутре для любителей подобных экспериментов есть отдельное предупреждение. Сексуальные вспомогательные средства должны вызывать пылкость и использоваться осторожно. В русском народном лечебнике есть альтернативные способы. Он советует возбуждаться контрастными ваннами. Многие поклонники водных процедур до сих пор испытывают детородный орган горячей и холодной водой в надежде пробудить свое сонное либидо. В общем, беру лед, заворачиваю в марлю, прикладываю к голове, сердцу, к ребрам, ну еще кое-куда. Ну, в общем, поймете. И все в порядке, все будет таки. На женщин безотказно действует не только вид возбужденного мужского достоинства. Свою сексуальность представительницы прекрасного пола подкармливают орехами, экзотическими фруктами и конфетами. Древнекитайские трактаты об искусстве любви рекомендуют совершать интимные акты на постельном белье голубого, синего, зеленого или фиолетового цветов. Китайские фэншуи утверждают, что подобная цветовая гамма символизирует стихию воды, от которой исходит сексуальная энергия. Именно по этой причине постельное белье для любовных утех должно иметь и соответствующий орнамент. Рыбки, гребешки и ракушки возбуждают воображение и вызывают море приятных ощущений. Красное постельное белье рождает страсть, алое стимулирует чувственность, зеленое приносит гармонию, белое дает ощущение свежести, а черное усиливает воображение и погружает в мир тайн. Романтика любви невозможна без афродизиаков, но универсального рецепта возбуждения нет. Единственным верным возбуждающим средством остается любовь. Итак, чему нас учит этот сюжет? Оказывается, афродизиаки – это свечи с запахом и банки с маслами, и курение с дымом. Как все это есть, я себе не представляю, но, как говорится, чего не сделаешь, чтобы возбудиться. Сейчас расскажу. Ну, пожалуй, древнейшее народное средство – мед. Это единственный афродизиак, который, как я знаю, можно принимать не внутрь, а наружно. Рассказываю технологию. Влезаете в улей, снимаете штаны – все. Дальше, в принципе, вопрос времени, но я думаю, заскучать вы не успеете. Собственно, в данном случае в качестве афродизиака выступает не сам мед, а пчелы. Напоминаю, операция проходит без штанов. Усмотрев ваши выходки акт агрессии, они атакуют ближайшее доступное место. Раздувшись от укусов до невероятных размеров, вы дарите себе и вашей подруге незабываемую ночь. Ну все, с афродизиаками закончили. После рекламы поговорим о том, что сделать, если вас домогаются, а вы этого не хотите. Ну что же, думаю, за время первой части программы «Элементарный секс» вы как следует успели возбудиться. Подозреваю, что наиболее ловкие за время рекламы уже успели даже этим воспользоваться. Хотя всего пять минут. Пять минут, пять минут – это мало или много. Вот сидит паренек, настоящая тренога. Это наш оператор, кстати. У него такая тренога, ну, подставка под камеру. Кажется, я слегка перевозбудился. Но это не страшно, ведь сейчас мы поведем разговор про антивозбуждающие средства или, как их по-простому называют в народе, анафродизиаки. Что же это такое и, главное, на кой ляд это нужно? А вот оказывается нужно. Все вы, наверное, слышали эти бредовые байки о том, что в армейскую пищу добавляется бром. Полная ерунда. Кстати, если быть точным, калий бромит. Но об этом я ничего не знаю. Наоборот, если солдат будет перевозбужден от долгого воздержания, то и в бою он себя будет иначе вести. Во-первых, ему есть чего терять, и он не будет вести себя безрассудно. Во-вторых, он понимает, ради чего необходимо как можно быстрее разгромить противника и уже скорее вернуться домой к подруге. Конечно, не все согласны с этой теорией. Некоторые утверждают, что, мол, в перевозбужденном состоянии и ползти сложнее, и в танковый люк не так просто проскользнуть. Отвечу. В закрытых конструкторских бюро тоже не дураки сидят. Тоже мужчины. Тоже в далеких засекреченных городах. Вдали от жен. Так что о проблеме знают не понаслышке. Уж что-нибудь обязательно придумают. Но, тем не менее, проблема снятия ненужного возбуждения стоит. В хорошем смысле. Мало ли, почему мужчина или женщина хочет отказаться от этой ерунды. Например, они шпионы. Естественно, им нежелательно поддаваться чарам иностранных контрразведчиков. А как мы знаем из фильмов про Бонда, отдача – это самый распространенный вид деятельности иностранных агентов. А так? Съел, и пусть враги хоть голым задом крутят. Наш разведчик, не отвлекаясь на ерунду, будет фотографировать секретную вражескую ракету. Что особенно важно, не считая ее при этом фаллическим символом. И не краснее, как красная девица при слове «боеголовка». Вообще, как это ни странно, область применения анафродизиаков огромна. А сами средства не ограничиваются химическими препаратами. Все, что подавляет желание и эрекцию – анафродизиак. Анафродизиак. Анафродизиаки подавляют сексуальность. Желание наслаждаться любовью сводится к нулю. Монахи используют антивозбуждающие вещества в религиозных целях. Любители плотских утех стремятся с ними не сталкиваться, но находят их повсеместно. Секс и еда по силе удовольствия практически равны. И то, и другое приносит наслаждение. Но если секс не может заменить пищу, то пища заменяет секс с большим успехом. Именно обильной едой компенсируют свою неудовлетворенность многие одинокие мужчины и женщины. Ощущение сытости заглушает зов плоти, а все силы организма уходят на переваривание. В результате люди попадают в порочный круг. Полнее от чрева угодия они начинают стесняться своих тучных тел. Партнеры избегают интимных связей и заедают любовный инстинкт с жирными явствами. Женщины реагируют на богатую протеинами пищу и игнорируют секс. А мужчины, потребляя большое количество белка, которое содержится в мясе, теряют интерес к женскому полу. Другая крайность – жесткая диета. Рецепты для похудания сказываются на потенции не самым лучшим образом. Наш любовно-лирический кулинарный театр не рекомендуют ни в коем случае перед любовной негой, перед ночью любви есть шашлык, жареные огромные куски мяса, жареную рыбу. Пища должна быть легкой. Желательно овощи крупяной с небольшим количеством отварного мяса и рыбы. Все, что касается быстрого питания, питания на ходу, в торопях, животные едят стоя, это резко снижает пищевую потенцию мужчины. Нужно готовить дома. Любители выпить бутылочку другого молока обеспечивают себе тихую и спокойную ночь. Молочная продукция успокаивает нервную систему и подавляет мужскую активность. Об этом не знали восточные султаны. Они сосали молоко из грудей своих наложниц и считали, что именно это повышает потенцию. В те времена считалось, что живительные соки обладают эротической силой. Современная наука уверена, на мужскую сексуальность содержимое груди кормящей женщины никак не влияет. Оно предназначено только для младенцев и обеспечивает им полноценное питание. Древние греки считали, что перед сексом мужчина должен выпить напиток из мяты. Авиценна говорил, что это лучшее средство от головной боли. Айгиппократ утверждал, что мята обладает стимулирующими свойствами. Но на потенцию это душистое растение действует более чем скромно. Мята вызывает седативный эффект, и поэтому многие мужчины пьют ее в качестве успокоительного. Список анафродизиаков изменяется вместе с сексуальными пристрастиями мужчин. Неизменным остается то, что все представители сильного пола теряют интерес к сексу, когда женщина демонстрирует свое безразличие, носит плохое нижнее белье, не бреет ноги и подмышки, забывает стереть с ногтей облупившийся лак, демонстрирует целлюлит, постоянно говорит глупости и, самое страшное, вспоминает о маме. Женские антивозбуждающие средства могут занять целую энциклопедию. Представительницы прекрасного пола перестают испытывать сексуальное желание, если партнер забывает снять дурно пахнущие носки, разбрасывает по комнате грязное белье, не уделяет достаточного времени оральному сексу, не говорит ласковых слов и в процессе филиации вспоминает других девушек. Жуткий сюжет. Как подумаешь, сколько всего понапридумано, чтобы подавить щеке желание, так оно само собой пропадает. Но все-таки есть и в анафродизиаках своя необходимость, и я даже не знаю, какая. Естественно, знаю только понаслышке. На личном опыте мне ничего из сегодняшней программы испытывать не пришлось. Десерт из афродизиаков для двух сексуальных гурманов готовится быстро. Секрет возбуждения прост. Главное – все делать со вкусом. Десерт «Океан страсти» поднимает настроение и сексуальные возможности даже самых сдержанных особ. Для достижения результата понадобится 4 груши, половина пакетика желатина, стакан красного вина, кусочек лимонной цедры, чуть-чуть корицы, немного малинового желе, 2 столовых ложки сахара, 100 граммов сливок и горстка фисташек. Обнаженный повар нежно освобождает грушу от сердцевинок, а девушку от одежды. Помощница может надеть фартух и замочить желатин в холодной воде. Повар в это время кипятит красное вино вместе с сахаром, цедрой и корицей. Пока груши томятся на слабом огне 10 минут, девушка может успеть подбодрить повара. Под конец груши нужно залить желатином и дать им остыть в холодильнике. Пока они отходят, можно взбить сливки с сахаром и украсить ими свой десерт. Для полного кайфа его можно посыпать сверху фисташками. Орешки возбуждают всех женщин. Без исключения. Ну что же, думаю, наш сегодняшний обзор расширил ваш кругозор. Неплохо. Обзор кругозор. Надеюсь, что, воспользовавшись знаниями, подчеркнутыми из нашей программы, вы поднимете свою сексуальную жизнь на небывалую высоту. Я не имею в виду всякие химические препараты. Уверен, вам этого не нужно. Но вот что касается всяких запахов, лепесточков, звуков и масел, особенно масел. Потому что нет ничего эротичной женщины в сливочном масле. И ты ее медленно переворачиваешь и жаришь. Жаришь. Кажется, во мне заговорила кровь предков первооткрывателей африканского континента. Пойду приму что-нибудь успокаивающего. Следующая программа будет посвящена экстремальному сексу. До свидания и всего, что из него вытекает. Ушел. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok